Загадочная история Михаила Забивалова Я родился со странной болезнью Мое тело было очень старым, хотя моя жизнь еще не началась Время шло год за годом, но я не знал, что я ребенок Я думал, что я старик на закате своей жизни Я рос в большом доме Много людей прошло через этот старый дом Там была одна женщина Сколько ни пытаюсь, я не могу вспомнить ее фамилию Удивительно, как порой люди, которых мы едва помним Оказывают на нас самое сильное впечатление Именно эта женщина объяснила мне, что такое богатство и бедность Любовь и ненависть, одиночество и смерть Я проводил много времени в размышлениях о своей жизни И не всегда эти мысли были радужными Если жизнь не научила меня чему-то Так это извлекать плюсы из любой ситуации Когда подходил к концу семнадцатый год моей жизни Я устроился на работу в ресторан Не просто работать официантом Если в семнадцать лет ты выглядишь на семьдесят Но я был безумно счастлив и готов на все Я с удовольствием мыл посуду и обслуживал гостей за столами И мне еще платили за то, что я сделал бы и бесплатно Это были счастливые дни У меня появились первые деньги А с ними и первые мечты Это помогло мне понять всю ценность зарабатывания на жизнь Однажды один из посетителей кафе оставил книгу Она изменила мою жизнь Прежде я не думал о выдающейся карьере Я не мог поверить, что моя внешность не будет иметь значения Я начал мечтать о карьере в большом бизнесе Целыми днями я просматривал сотни объявлений о вакансиях Всем известно, что путь к большим деньгам труден С моей внешностью он был труднее вдвойне Люди думали, что я слишком стар для работы, которая вдохновляла меня Мне приходилось каждый день доказывать себе и другим Что за внешностью старика скрывается юноша полный идей и честолюбивых мыслей Я работал каждую ночь и каждую ночь открывал для себя что-то новое Офис в разгар ночи – это магическое место Принтер работает и вдруг замирает Монотонно шумит процессор, перцает экран На работе я терял счет времени, приходя в себя лишь перед рассветом Есть что-то успокаивающее, даже обнадеживающее в том, что ты знаешь, что твои коллеги уже спят в своих постелях А работа не стоит на месте Я получил долгожданное повышение прямо в разгар кризиса Начальник сказал, что я староват, но ему плевать Он возьмет любого, кто хочет надрать задницу конкурентам Это был не тот кризис, которого мы ожидали Если где-то и шел кризис, мы его не видели, мы просто делали свою работу В конце концов, кризис дошел и до нас За три месяца мы не подписали ни одного контракта Мы пережили волну массовых увольнений Было время, когда банкротство казалось единственным выходом Все свое время я проводил на работе Ежедневно я получал бесценный опыт И однажды мы оставили всех конкурентов позади Каждый день я ставил перед собой новые задачи и решал их С годами я становился только крепче И конкурентам было все труднее одолеть меня Мой опыт и оптимизм вели меня на вершину мира Трудные времена закончились, когда мне исполнилось 25 Дела шли в гору Во мне многое менялось Мои волосы, почти утратившие седину, росли как сорняки Мое обоняние стало острее, слух более тонким Я мог работать все больше и продуктивнее Пока все остальные старели, я становился моложе Многие хотели знать, в чем мой секрет Я обычно отвечал, что нет никакого секрета Я не знаю, хорошо это или плохо, но я самый молодой руководитель крупной компании Моя карьера началась, когда я был всегда у вас старцем А сейчас мне не дашь больше 13 Мне пора отойти от дел Наши жизни состоят из возможностей Даже если они упущены Можно злиться, что все пошло так, а не иначе Можно проклинать судьбу Но когда понимаешь, что конец Нужно смириться Моя необычная внешность Преждевременная старость Сыгравшая со мной злую шутку в юности Стала причиной моего огромного успеха Человек может измениться или остаться прежним Для этого нет правил Мы можем сделать лучший или худший выбор Надеюсь, каждый из вас сделает лучший Надеюсь, вы увидите много удивительных вещей Надеюсь, каждый из вас будет градиться своей жизнью А если поймете, что нет Надеюсь, у вас хватит сил начать все сначала Субтитры создавал DimaTorzok